всем привет под каждым из видео находятся люди которые вечно недовольны подобранные мною играми то одной игры нет то другой и сегодня решил сделать топ исключительно по вашим рекомендациям в комментариях ну а если вам видео понравится то я сделаю вторую часть правда если вы еще снабдите меня играми а также вот победители конкурса на 30 тысяч подписчиков поздравляю и сегодня давайте сыграем немного новую игру для этого канала приз получит три человека комментарии которых за неделю не наберут ни одного лайка приятного просмотра пятидесятое место splinter the double agent начинаем по традиции с культовой классики и вот лично для меня именно двойной агент стал первооткрывателем жанра стелс игр где мы в роли того же сама фишера будем играть под прикрытием выполняя как указание посредством нашего руководства таки приказы бандитов которые зачастую противоречат друг другу что ставит на сложную ситуацию а также не могу не отметить разнообразие миссий и локаций тут и не воскрёб и лайнер и много чего еще сорок девятое место за elder scrolls 3 morrowind но и далеко от классики отходить не будем на сей раз это культовый rpg в жанре фэнтези с видом от первого и третьего лица огромным проработанным миром вариативной возможностью выбора интересными квестами и даже хорошей графикой в оригинале она просто ностальгическая но если есть желание то можно накатить графических модов благо их полно в общем невероятная игра в которую можно играть годы напролет 48 место rom total war а эта игра заденет нотки ностальгии в душе фанатов стратегий здесь как масштабное сражение в реальном времени с участием тысяч и даже десятков тысяч воинов так и стратегическая часть которая протекает на карте европы где нам под управление дается одна из нескольких римских фраг с главной задачей захватить весь мир конечно сейчас есть стратегии по масштабнее покрасивее но опять же это классика и для фанатов самое то сорок седьмое место занимает сразу серия игры night of the temple несмотря на малые продажи 1 и переход разработки второй части в другую студию игра все равно прошла проверку временем и сейчас позалипать все равно приятно причем первая игра вышла немного сыроватой из-за подгонки издателя хотя делали и довольно талантливые ребята которые все же смогли дать игре хорошую боевку даже по нынешним меркам неплохую графику сюжет и прочее 46 место серия fear но и коль уж мы начали вспоминать целые серии игр то от себя еще добавлю третью часть конечно многие фанаты оригинала считают эту часть провальной хотя бы из-за маленькой хоррор составляющей но на самом деле это обусловлено сюжетом и смотрится вполне себе адекватно сама же серия игр это шутер от первого лица с довольно проработанными механиками интересным сюжетом и элементами хоррора как я уже говорил ранее 45 место бро форс это самый что ни не есть брутальный платформер где элемент экшена на квадратный метр просто зашкаливает а каждый элемент окружения можно разрушить управляя при этом одним из множества известнейших персонажей боевиков прошлых лет как блэйд крепкий орешек люди в черном и прочее причем играть можно в коопе с друзьями из-за чего фановость всего происходящего просто взлетает до небес 44 место скрапленд несмотря на свою первичную непритязательность игра скрывает намного больше чем можно было от нее ожидать во-первых сюжет детективная история с множеством персонажей диалогов подстав и прочего смотрится интересно сам мир также не отстаёт его населяют роботы с человеческими повадками детально проработанным окружением и перемещаться по городу можно как на летающем транспорте так и на своих двоих одно удовольствие но и не стоит забывать про космические сценки 43 место обскур да мы и хочу сказать спасибо всем вам за то что рекомендуете мне игры особенно о которых я ранее даже и не знал причем несмотря на их возраст играть все равно приятно особенно на слабом пк обскорже это сурвайл хоррор повествующий об ужасах в обычной старшей школе где группа подростков блуждая исследуя сюжету мочит разных монстров и мутантов причем у игры есть также прямое продолжение с немного лучшим графеном 42 место анкх это приключенческая серия игр состоящая из трех частей в жанре квестово point and click с интересным сюжетом где явно выделяется юмор а также стилистике хоть и древнего но мультяшного египта где есть своя золотая молодежь которая любит тусить заброшенных пирамидах да и одна такая тусовка заканчивается проклятием от мумии главному герою который теперь должен найти способ снять его сорок первое место dungeon sage классических рпг на самом деле много я даже уже всех и не упомяну но это выделяется на их фоне прокачкой где нет выбора изначального класса и он приобретается момент сражения определенным оружием лучника это лук мага заклинание и так далее основная часть гейплея проходит в огромных и многоэтажных подземельях что вполне оправдывает название а на бои мы влияем непосредственно командованием персонажей сороковое место metro redux эта сборка включает себя улучшенные две первые части если у вас пока более слабее тех требований что были возле названия то можете сыграть в обычный metro 2033 и metro last light сделаны игры по мотивам вселенной дмитрия глуховского и у меня на канале как раз недавно вышел разбор сюжета metro last light а также уже давным-давно пылится разбор сюжета metro 2033 так что воспользуюсь возможностью и порекомендую вам к просмотру ссылки будут в описании ну а также скоро готовится разбор metro exodus так что если вам интересно то не забудьте нажать на колокольчик дабы ничего не пропустить тридцать девятое место ведьмак 1 несмотря на то что раз рекомендует две части я бы не был столь уверен и повторяя ну уж очень не оптимизирована под определенный тип железа конечно да если у вас пока соответствует минимальным требованиям то можете попробовать но если нет то все равно остается первая часть она определенно хуже по графике чем 2 и тем более уж чем 3 но сюжет опять же основан на мировом книжном шедевре так что нареканий тут нет 38 место split second с момента выхода игры прошло целых 10 лет она играется и выглядит не хуже того что выходит сейчас а с учетом того что идет практически на любом ведре то даже лучше многих новинок враги здесь действительно ведут себя здраво всячески пытаясь помешать добраться к финишу ведь цель у всех одна прийти первым и это со временем начинает подбешивать что и вводит определенную челленджевую механику 37 место batman архем асайлом вообще серия игр batman архем насчитывает четыре части и с повышением номера увеличивается требования к пк на подпределение слабой машины подходит только три начиная с асайлом хотя в правильной хронологической последовательности лучше начинай с харкем оригинс ибо это прикол к первой игре в любом случае это все та же мрачная вселенная dc где бет здорово раздает люлей в собственной боевой стилистике разным преступникам 36 место сома несмотря на то что я в одном из прошлых топа уже рекомендовал сыграть в эту игру но во первых тот топ посмотрела не особо много людей и вы могли я просто пропустить а во вторых культа по вашим рекомендациям то думаю игры можно и повторять по сути это хоррор но от генив этого жанра фрикшнл геймс которые сделали глубокий сюжет который интригует мрачную атмосферу витающей вокруг и просто страшную игру 35 место ну и наконец портал по сути легендарная головоломка которая зародилась из просто модок не менее культовой half-life кстати о которой никто так и написал что странно хотя это слишком известная игра чтобы они писать так что логично так вот портал сочетает себе хороший сюжет красивую графику стилистики минимализма разнообразные задачки которые во второй части появилась возможность решать вместе с другом и интересный геймплей с портальной пушкой 34 место gta samp это по сути глобальный мод добавляющий в обычный san andreas мультиплеерный режим где можно выбрать сервер под свой вкус есть обычное выживание с работами бандами полиции и прочим реализмом есть просто военные сервера где все воюют и подобные на самом деле я уже давно не играл и поэтому всего даже не упомню но мультиплеер жив и об этом свидетельствует куча серверов и их реклама у сотен блогеров 33 место counter strike source в общем-то порекомендовал я в одном из прошлых видео контру за что свою небольшую долю хейта ибо игра и так известная но видимо меня ничего жизнь не учит да и к тому же source не особо то и известны все игры зачастую или в классику или в голову как будто не было топ на 50 игр так что думаю вспомнить о шутере от первого лица где террористам противостоят контртеррористы и в которую хоть один раз наиграл каждый стоит 32 место fallout 3 первый фолч который выполнен такой стилистике и выпущенные беседкой после приобретения прав у игры довольно сложная судьба ведь фанаты оригинала мягко говоря игру захейтили и их можно понять ведь когда из своей любимой rpg с видом сверху делает шутер от первого лица невольно расстраиваешься но и при этом игра неплохо есть куча квестов атмосферный разрушенный мир rpg система куча оружия и прочее 31 место команд от конкур вы мне посоветовали сразу несколько частей этой серии игр так что почему бы не вписать всю серию учитывая что эта игра некогда была прародителем жанра стратегии в реальном времени да и к тому же в научно-фантастическом сеттинге игра выходит с 1995 года что намного больше чем даже мне так что найти игру конкретно под свой пк трудностей не составит 30 место saints row 3 помнится раньше в топах встречалась четвертая часть многие не особо хорошо и восприняли аргументируя что мол она явно не для слабых пк чем конечно можно поспорить но вот то что третья часть для слабых пока думаю никто спорить не будет это все тот же безумный фановый красочный и яркий шутер от третьего лица с полной свободой действий 29 место kingdom of amalur реконин легендарных игр в этом топе уже немало а то ли еще будет ибо это такая же культовая фэнтезийная rpg в мире где смертные сражаются с бессмертными из плюсов можно отметить красивую графику вариативную боевку проработанный лор и мир разные расы с классами и многое другое а также есть огромная куча квестов правда это уже небольшой но минус ибо 90 процентов из них однотипные строится на пойди найди убей и принеси 28 место варкрафт ну и говоря о фэнтези никак нельзя не упомянуть вселенную варкрафта которая начала зарождаться еще в 1994 году и из компьютерной игры переросла в настольные коллекционные карточные игры а также книги и фильмы какую-то определенную часть я снова выбрать не смог ибо каждая часть достойна но коль то по вашим рекомендациям то вот эти две игры 27 место экшем вэрдж честно признаться я не сразу понял что это такое чем его едят особенно учитывая то сколько они положительных отзывов и как она выглядит это самый что ни на есть хардкорный метро едвания где враги хоть и пиксельные но смотрятся жутко а сражение с ними это вызов каждому хардкорщику несмотря на пиксельную графику битную музыку платформенности все прочее что есть уже в других играх тут она смотрится абсолютно иначе 26 место сим блюд парк но еще одна пиксельная игра правда на этот раз уже более спокойное и размеренные жаре квестом здесь нет не интересных диалогов или не проработанных персонажей даже второстепенные тут имеют внятную мотивацию историю и лаконично вплетены в сюжет который начинается с таинственного убийства в парке где мы в роли полицейского будем это расследовать постепенно понимая что все вокруг окутана мистической тайной и такими же людьми как по мне то это отличный квест детально проработанным и интересным миром 25 место своим рейнджер а вот эта игра уже в 3d но от этого не менее завораживающим я бы даже сказал медитативная которая позволит расслабиться от повседневной суеты тут конечно она тоже присутствует но в немного другом виде как например уход за слизнями на собственной ферме которая находится на планете беспредельные запределье исследование красочного мира улучшение рюкзака пылесоса и прочее 24 место dark messiah of might and magic честно говоря знал что эту игру порекомендует ибо она настолько культовая насколько это только возможно по сути чтобы я сейчас они не сказал это будут хвалебные оды но все же лучше просто скачать и прочувствовать этот дивный мир rpg от первого лица самому игра просто культовая с огромным количеством возможностей выбора направления ударов и самой боевкой здесь умные противники красивая хоть и устаревшая графика и многое-многое другое 23 место overworld чего-то сверхнового об этой игре я уже не расскажу ибо ну во-первых она уже была ранее в топах а во-вторых потому что это опять олдскульная классика в которую если вы не играли то нужно обязательно сыграть мы тут роли владыки демонов должны поджать под себя человечество грамя дома поля и прочее в общем неся разруха управляя при этом своими слугами миньонами причем игра дает выбор как поступить в том или ином случае чего будет зависеть как отношение к вам таки будущее в игре 22 место street legal racing redline поначалу я думал что это обычная гонка и барани об этой игре даже не слышал и честно я так никогда не ошибался несмотря на свою графику которой будем честны устарела ибо игра вышла давным-давно она увлекает даже не гонками или своей красочностью а детальной проработкой машин которые нужно разбирать собирать тюнинговать детально настраивать и прочее дабы прокачать свою ласточку все-таки надрать жопу противникам 21 место sprint tires эта игра также про автомобили но не гоночные а грузовые на бездорожье где главная задача пробраться из точки а в точку б попутными себя грязь и глину из ключевых особенностей можно отметить реалистичное поведение грунта под колесами ну и собственно автомобили на нем причем если говорить о технике то зачастую это советские вездеходы у азии камазы и прочее но лучше всего играть вместе с друзьями двадцатое место за педестриан я люблю головоломки особенно в уникальной стилистике и в эту игру нереально залип тут все строится на решении задачек с нарисованным пешеходом в 2d стиле причем мир вокруг не просто в 3d но еще и движется что доволяет большего экспириенции от игры в остальном забавный пазл платформер который в миру сложный и красиво нарисованный в общем самое то чтобы пораскинуть мозгами в свободное время девятнадцатое место zanzarach the hidden portal по сути так как покемоны только с феями да и выше к тому же игра на заре популярности японского аниме так что неудивительно что их сравнивают тут между собой сражаются некие миньоны каждый из которых принадлежит своей стихии причем законы тут те же что и в камень ножницы бумага то есть одна стихия бьет другую и нужно знать кого ставить против кого на бой 18 место point and blank было некогда время когда каждая игровая студия хотела выпустить свой аналог counter-strike косвенного от первого лица разнообразием карт ну и само собой киберспортивными соревнованиями только в отличие от ранее названный кс point and blank распространяется бесплатно хотя и кс уже вроде бесплатно раздают в общем в свое время я упустил эту игру и залипал с другом combat arms тоже не менее культовая и классная игруха но честно говоря по сути это ничего не меняет фритоплейный шутер с графикой 2012 года разными платными скинами и прочим 17 местных human fall flat но я бы не стал утверждать что прямо на любом пока эта игра и пойдет учитывая требования к видеокарте но тем не менее чтобы залипнуть с друзьями самое то суть тут сводится к совместному прохождению карт только фишка в необычном управлении что и создает массу смешных и интересных моментов а если зайти на рандомный сервер то там вообще никто карты не проходит а чисто фанится так что для поднятия настроения рекомендую 16 место драйвер сан-франциско несмотря на то что все уже привыкли к вялому и неинтересному сюжету в гонках тут мы в роли полицейского в коме который получил возможность перемещаться между водителями на трассе после жуткой аварии в погоне за сбежавшим преступником и несмотря на увечье можем продолжать поимку беглеца конечно от ни разу не реалистично но это аркадная гонка так что ей простительно да еще и учитывая полноценный сюжет 15 место world of go старенькая простенькая но тем не менее залипательная игра где главная задача строить из живых и разговаривающих шариков гу мосты и структуры дирижабли и многое другое по сути игру разработали два энтузиаста из мира инди игр и в один момент игра так нехило набрала обороты так что скорее всего вы о ней слышали но возможно забыли как например я 14 место little inferno и еще одна игра от тех же разработчиков но которая вышла немного позже имеет такой же незамысловатый геймплей сжигания разных вещей вот только не все так просто если в орел углу был художник рисующий плакаты и вокруг этого стрелась некая история тут же нужно не просто сжигать вещи но и подбирать из них определенные ачивки дабы открывать все каталоги вещей и несмотря на всю странность это увлекает 13 место human resource машины 7 billion humans но еще две игры от тех же разработчиков которые я решил объединить в одно место из-за схожего геймплея который строится на графическом программировании офисных работников которым босс дает постоянно новые задания игры сложные требуют логического вмешательства много тут ничего не решить но и при этом если вы хотите стать программистом то это для начала вполне себе неплохо двенадцатое место dark sector это по сути то с чего начинается варфрейм и к сожалению продолжение мы уже не увидим и тем не менее местным действия тут служит вымышленный советский город в котором разразилась эпидемия страшного вируса и мы вроде спецагента прибываем на остров дабы разузнать о нем но практически сразу главный герой также становится его носителями получать некие суперспособности метательную глефу невидимость и прочее что будет помогать нам сражение с группами зачистки и монстрами 11 место castle crashers если решитесь играть в одиночку то есть вероятность что игра вам не зайдет лучше с другом или с друзьями до четырех человек и с друзьями не просто веселее играть но еще и легче побеждать противников на выбор есть более 25 персонажей и 40 видов оружия с интуитивной системой комбинаций атак и магии а также для разнообразия имеются мини-игры вариативные боссы местами чернушный юмор и великолепный саундтрек 10 место mount and blade это релевая игра представляющая из себя симулятор средневыкового рыцаря с огромным миром полной свободой действий вариативной и удобной воевой системой понятной ролевой составляющей огромное количество модом и приятным звучанием правда графика даже на 2008 год выглядел устаревшие чего уж говорить сейчас но тем не менее она отлично передает и погружает в тот мир и дух рыцарства 9 место пап глайт на самом деле девятое место можно дать всем этим играм в той или иной степени ибо некоторые из них подходят под определение слабых пока некоторые не подходят но вписал их по большому счету чтобы спросить у вас как вам такая идея сделать отдельный канал для стримов где будем играть в онлайн-проект и проходить какие-то сюжетные игры как вы понимаете я много таких знаем но и просто общаться пишите свое мнение в комментариях восьмое место collapsed рогалика в топе не то чтобы было много так что есть смысл еще один вписать тому же учитывая что эта игра вышла относительно недавно и мало кто о ней знает в игре имеется 9 уникальных локаций на которых придется выслеживать 60 разных врагов и сражаться с 15 боссами выборов заранее одного из четырех персонажей причем если столкнетесь с непроходимым врагом можно позвать друга на помощь и в кооперативе его одолеть седьмое место call of duty 2 вышедший в 2005 году она стала новым определением кинематографичности в играх конечно она приму для совсем ведер но тем лучше на большинстве пока запустится а если у вас ресурсы позволяют то можете сыграть в части по новее благо на канале есть эволюции которые вы можете посмотреть и выбрать часть для себя ведь это старая добрая колда где все вокруг взрывается энписи без игрока ничего не могут сделать но я за эту рука от игру не буду ибо так лучше можно погрузиться в происходящее вокруг 6 место doom 3 ну и если уж говорить про слабые пока под графой ведра то вышедший годом ранее doom позволит приятно провести время при этом несмотря на графику играть приятно геймплей бодрый анимации на удивление плавные да еще и сюжетка есть действия тут происходит в научно-фантастическом центре на марсе причем удивительно то что в те годы когда она выходила для ее запуска нужен был игровой пк а сейчас она уже подходит под слабые пятое место dragon age опять же целая серия игр просто потому что выделять отдельную часть как-то сложно у каждой есть свои фанаты и почитатели если вы еще не играли то лучше конечно же начать с первой по сути это легендарная игра среди ролевых фэнтези ибо сделано в стилистике рпг старой школы что может порадовать как аутфагов так и новичков четвертое место assassin creed 2 это поистине бесподобная игра который сочетает себе как проработанный сюжет где дети разворачиваются в разные временные промежутки а персонажи при этом хорошо прописаны и ты им действительно сопереживаешь и понимаешь почему они стали на этот путь красивая графика антуражная венеция и многое другое но главные разработчики с трепетом и душой отнеслись к созданию своего детища и это видно в каждой детали третье место mass effect ну и закончить топ думаю стоит всеми известными и культовыми играми как будто бы таких не было на протяжении всего топа и несмотря на то что масс эффект я слышал и даже неоднократно сыграть у него мне так и не довелось им от нужно выделить время а серийные 4 4 части в общем это научно-фантастический ролевой экшен с великолепным сюжетом по заявлению сыгравших геймплеем и многим другим за что игру и любят второе место stalker культовая серия игр о которой уверен знают все ибо разработала игру отечественная студия с отечественным колоритом да еще и в чернобыле а третья часть таки вовсе с детально воссозданной припятью но не только этим игра смогла зацепить интересный сюжет проработанный геймплей со своей физикой оружия и многое другое даже было объявлено разработки второй части но пока кроме заявлений подтверждений этому нет и первое место dishonored но я просто не могу по-другому эта игра великолепна во всех смыслах есть хорошая графика особенно для слабых пока хороший трогательный и увлекающий сюжет проработана и вариативная стелс механика с возможностью выбора прохождения которые напрямую отразиться на концовке да и просто это шедевр много слов тут не нужно лучше самому сыграть и опробовать ну и на этом все спасибо за внимание надеюсь идея топ вам понравилась и если это так то обязательно жмите лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик дабы не пропустить новые топы но и можете порекомендовать какую-то свою игру в комментариях напоминают три комментария которые к следующему видео не наберут ни одного лайка побеждают в конкурсе которые провожу в каждом видео еще раз спасибо за просмотр и берегите себя и своих родных а то узнать как я сейчас хворь ходит игры играми а про реальную жизнь забывать не стоит всем пока